Сегодня в Швеции официально первый день без санитарных ограничений. В скором времени власти страны планируют исключить коронавирусы из списка социально опасных заболеваний. В связи с приятными переменами, там собираются постепенно отходить от удаленного формата работы и учебы. Ускорить возвращение к нормальной жизни планирует и британское правительство. Как заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон, к концу февраля в стране отменят карантин для заразившихся ковидом. Ранее у британцев перестали требовать паспорт о вакцинации в общественных местах и сняли обязательный масочный режим. Если честно, в последнее время и так почти не было ограничений. Но я вижу, что люди все равно довольны их отменой. В целом у меня смешанные чувства. Да, я думаю, люди действительно счастливы и вообще это улучшило всем настроение. Я думаю, что люди просто очень-очень счастливы, что ограничения отменены и мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Когда подобные перемены наступят в нашей стране, пока неизвестно. На сегодня показатели суточной заболеваемости среди казахстанцев не лучше вчерашних. Только за последние сутки вирус выявили у более трех тысяч соотечественников. Как обычно, лидирует Алматы почти тысяча новых случаев. Следом идут столица и Карагандинская область. Там диагноз «коронавирусная инфекция» поставлено 300 пациентам. Из красной зоны сегодня вышла восточно-казахстанская область. А вот южная столица продолжает оставаться в опасном сегменте. Продолжение следует... Продолжение следует...